Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодня мы вот в такой импровизированной мастерской. Решила показать вам, что у меня уже получается. Это мое макроме. Покажу, что получилось на данном этапе. Расскажу немножко о сумочке, как я собираюсь это все соединять, что делать дальше. Возможно, кто-то из вас захочет это повторить. Напомню, что макроме вязала из пряжи, которую мне предоставила торговая площадка ТДКор. Самая дешевая пряжа 500 грамм стоит 133 рубля. В моточке 100 метров. Но я хочу вам напомнить, что прежде чем приступить к работе, нужно эту пряжу вытянуть. И тогда у вас все 150 метров будут в мотке. Итак, что же я здесь наваяла? Вот такое украшение, которое потом будет накладываться вот на эту часть сумки. Я связала. Я оставлю вам ссылочку на сайт, где я это нашла. Сайт англоязычный. Ну, там, в принципе, все даже без звука идет. Просто под музыку. Ну, скорее всего, девушка вяжет. Я, честно говоря, не вдавалась в такие особые подробности. Все вам покажу. Советую вам, если все-таки надумаете это делать, вязать, плести вернее, то поставьте на самую минимальную скорость. Во всяком случае, делала я так, чтобы разобраться, как это все плести. Вот этот плоский узел я вам очень подробно объясняла. Он есть на канале. Есть плейлист Макраме. И я туда буду добавлять все, что у меня получается, что я вам показываю. Но я не могу сказать, что это мастер-классы, потому что я не мастер. А вот. И, конечно же, буду делиться ссылками на те каналы, где это я все нашла. Вот этот элемент, это, по-моему, называется репсовый узел. Вот на этом канале это все вы, кто захочет, может научиться. У меня получилось. Я надеюсь, получится и у вас. Очень, очень красиво. И, как ни странно, это можно сделать из трикотажной пряжи, а не из шнуров. Конечно же, мне очень хочется попробовать и шнуры. Скорее всего, я в ближайшем будущем их приобрету, поскольку и трикотажная пряжа у меня уже заканчивается. И, конечно же, мне хочется попробовать вообще из правильных ниток, то есть из жгутов. Они там есть и хлопковые, и полиэфирные. В общем, разные. И я даже знаю, где их приобрести по достаточно приемлемым ценам. Ну, туда, конечно, нужно же доехать. По-моему, в Долгопрудном есть эта фабрика по продаже вот этих жгутов или канатов. Ну, в общем, где-то есть в закладках у меня. Если дело дойдет до этого, я с вами, конечно же, поделюсь этой информацией. Итак, значит, что хочу сказать. Пряжу я разрезала по 2 метра и по 1,70 метра. Вот если вот так приподнять, вот вы видите, что у меня осталось. Кажется, так много, но на самом деле не очень-то и много. Там пряжа, где была по 2 метра, там вот такие вот длинные полоски остались. Там, где я резала по 1,70 метра, вот вы видите, я вот сделала последний узел здесь, и вот что у меня осталось. Что же я хочу, ну, то есть, короткая, вот такая короткая часть, да, но только на бахрому, если что. В принципе, здесь уже ничего нельзя придумать, потому что, ну, вот так осталось пряжи. Поэтому, если надумаете вязать что-то подобное из трикотажной пряжи, то я вам рекомендую потренироваться на чем-то маленьком, может быть, какая-то маленькая сумочка из техники макраме, чтобы вы сориентировались по расходу пряжи. Потому что трикотажная пряжа, у нее расход совершенно другой, не тот, который вот рекомендуют мастера для вязания, ну, допустим, вот этой вот сумочки. Там будет сумочка, оставлю ссылку, увидите. Поэтому, как-то здесь о расчетах, я не знаю, ну, вот говорю, как есть. Вы видите, что у меня остается, что получается. Поэтому, как говорится, думайте сами, решайте сами. Я не беру на себя такую ответственность, чтобы вам рекомендовать, какой длины разрезать вот нити. Вот я вам сказала, у меня было метр семьдесят, вот, видимо, вот это от метр семьдесят остался, вот такой кусочек, ну, как раз на бахрому. И два метра, ну, там, где два метра, там подлиннее осталось. Причем, как-то странно, какие-то нити у меня вот совсем длинные, вот вы видите, какие-то вот совсем короткие. И как рассчитать, я пока не знаю. Конечно же, есть видео, где прям, ну, это вот китайские сайты я видела, очень хорошие, но, опять же, китайский язык мы не знаем. Там даже показывают, как рассчитать. То есть, можно посчитать каждый узел, посчитать, связать узел, его распустить и посмотреть, сколько он занимает пряжи. Это все есть, если кто хочет, как бы, заняться этой техникой, все можно найти. Как говорится, не боги горшки, а обжигают. Единственное, у меня вам, к вам на подстве, кто захочет вот это повторить, здесь у меня на вот этот вот ромб уходит шесть нитей, по-моему. Ну, то есть, у меня вот этих узлов тридцать шесть. На узел идет две вот эти вот нити пополам. То есть, число узлов должно быть кратно четырем. Вот это очень важный момент, чтобы у вас, ну, как бы сложилось, да, собрался без остатков круг, чтобы вы соединили. Поэтому, конечно же, нужно изначально рассчитать вот эти вот узлы плоские. Вот я вам говорю, что у меня вот здесь, вот если посчитать, вот их, их тридцать шесть. В итоге получилось девять вот таких вот ромбов. По-моему, так. Так, что еще хотела вам сказать. Так, вот у меня есть вот такая ручка. И в этой сумке у меня осталась еще одна ручка от сумки, которую я переделываю. Смотрите, какая прелесть. Я буду использовать вот этот клапан, который будет нашиваться вот здесь. И я могу менять, то есть, я могу как использовать и вот эту ручку, ничего не меняя. Ну, здесь очень просто. Вот это отстегивается ручка. Остаются только два вот эти, две вот эти части. И в которую можно заправить вот эту ручку. Сейчас я вам отсоединю, покажу, как это будет выглядеть. Посмотрите, какая прелесть получилась. То есть, я отсоединила вот эту ручку и присоединила плетеную ручку. Все застегивается. Конечно, здесь нужно потом будет довести до ума, сделать, возможно, кисточки. Но посмотрите, какая красота. То есть, можно будет менять ручки и вот это все, как бы, сумку. Сумка будет иметь совершенно другой вид. Теперь хочу вам показать, какую я подкладку сшила и уже даже пристрочила замочек к этой сумке. Посмотрите, во-первых, как красиво это уже смотрится. Предварительно пришив к подкладке карманчик, это нужно сделать сразу, пока вы не сшили боковые швы вашей подкладки, чехла, вот. Чтобы сумка была удобной и красивой. Я сейчас вытащу. Вы увидите, как этот чехол смотрится с этой стороны. Возможно, кто-то захочет себе сшить этот, ну, подобный чехол для сумки. Я, значит, раскроила, померила расстояние верхнее. Это обычный квадрат. Потом квадрат сшил, из квадрата сделала трапецию. Даже, видите, даже не обрезала вот эти вот боковые, ну, лишние, так скажем. Вот это лишнее очень хорошо держит форму. Очень хорошо, что я не обрезала. Была мысль вот это лишнее убрать, а потом решила, а зачем. И вот это, когда я сделала дно, вот здесь вот застрочила с одной и с другой стороны. Просто вот эти углы тоже пришила. Вот так вот, к боковой части, чтобы все это держало форму. Вот такой у меня получился чехол. Кстати, машина Жанаме у меня подарок от любимого. И я очень-очень ей довольна. А то, может быть, кто-то заинтересуется, что за машина. Машина классная. Здесь металлическая станина. Вот это вот металл, это не пластмасса. Вот это пластмасса, а вот это металл и вот это металл. Так что я, конечно, не часто пользуюсь этой машиной, но она, она, все, что нужно, она делает, как бы, оверлока здесь нет. Здесь есть такие вот строчки, видите, всякие разные. Мне пока хватает. Так что, Лешенька, спасибо, что ты мне ее подарил. Никаких недостатков я в ней пока не нашла. Так, ну вот, в принципе, и все. Дальше, что я буду делать, сейчас вам расскажу. Значит, дальше, чтобы пришить мне вот эту конструкцию, Макромет сумки, сначала, конечно же, нужно пришить вот этот подклад. Но подклад я буду пришивать на машинке, попробую во всяком случае. А вот эту Макроме мне не удастся пришить на машинке, ну, потому что очень толстая, конечно, не возьмет. Поэтому я буду пришивать вручную. Чтобы поберечь свои руки, я сначала вот здесь вот набью специальным инструментом, я как-то вам его уже показывала, дырки, отверстия, чтобы мне потом очень легко пришить вот эту часть ручки. Так что, видите, как важна последовательность выполнения работы. То есть, сначала дырки, потом пришью вот эту штуку, а потом уже в готовые дырки пришью вот эту вот связанную, сплетенную, вернее, вот эту штуку из Макроме. Ну, вот как-то вот так вот будет это выглядеть. Конечно, здесь я дооформлю, завяжу на узелки, может быть, еще что-то придумаю. Но, по-моему, по мне так очень красивая вещь. Короче, сейчас пойду набивать дырки и потом, возможно, включусь. Покажу вам, что у меня получается. Итак, показываю. Вот я сделала дырочки. Рекомендую вам купить вот такие штуки для... Они, видите, разных размеров. Вот такой набалдашник. Вот эти насадки накручиваются сюда. Это вот торчит кожа, которую я сейчас пробивала. И мы вот так вот ставим вот этот... Ну, я выбрала здесь самую... Видите, еще мозоль не зажил у меня. Самую маленькую по диаметру насадку. Вот так вот ставлю. Берем молоточек. Подкладываем вниз. У меня это разделочная доска. И стучим. И делаем вот эти вот дырочки. Для того, чтобы мне потом не колоть руки и пришить вот эту мою сплетеное макраме. Ну, а сейчас я пришью сначала подкладку. А потом буду уже пришивать макраме. Ну что, друзья. Пришлось вшивать молнию ручками. Моя машина не взяла такую толщину. Показываю вам, как у меня получилось. Старалась максимально приблизить к машинному шву. В общем, самое сложное позади. Самое сложное это было попасть в размер. В размер сумки, в размер макрамея, в размер чехла для сумки. В общем, я думаю, что у меня получилось достаточно аккуратно. Вот так вот это смотрится сверху. Замочек работает. Замок, кстати, я выпорола из того чехла, который был в этой сумке. Вот он, этот чехол. Видите, какой он не держащий форму. Ну, там как бы все есть. Органайзер был. Сейчас попробую показать. То есть там есть карманчики. Господи, да где же это оно? Вывернулось так, что не показать. Вот, видите. Возможно, я куда-нибудь его использую. Не знаю. Вот такие кармашки. Вот такой карманчик на замке. В общем, из той сумки, которая у меня была, вот эта заклепка, которая крепилась к сумке. Она сейчас там внутри. Ну, вот ее видно. Из сумки, которая у меня была, получилось у меня теперь уже две сумки. Сейчас напомню. Покажу свою вязаную сумку. Возможно, много новых на канале. Кто-то не видел. Напомню, куда еще я использовала фурнитуру из этой сумки. А сумка практически новая. Я ее не носила. Ну, вот купила. Не знаю, почему. Не держала форму. Видимо, как раз для того, чтобы ее переделать и получить две сумки в итоге. Вот это моя красота. Красота. Видите, что здесь использовался ремешок из этой сумочки. Вот одна ручка. То есть, их было две. Теперь вот я буду использовать эти клапаны, эту ручку. В новой сумке. Вот такая сумочка у меня получилась где-то год назад. Опять же, этот подклад. Все то же самое. Обзорный мастер-класс, как я делала эту сумку, есть на канале. В плейлисте вязаные сумки. Тоже здесь карманчики. Такой подклад, который подходит практически под все сумки. Так что, друзья, окончание процесса над новой сумкой я вам покажу, скорее всего, завтра. Сейчас погода шепчет. Посмотрите, какие красивые небеса. Вот такие облака. Голубое-голубое небо. Солнечный денек. И, конечно же, мне хочется пойти погулять. Поэтому, завтра утром доделаю новую сумку. Там уже осталось совсем немножко. Пришить макраме. И доработать ручку. И, скорее всего, если будет погода завтра, я вам эту красоту продемонстрирую. У меня есть красивейшее розовое платье. И, как раз, очень хорошо подходит к сумочке макраме. Я ее так, пожалуй, назову. Розовое макраме. Все, мои хорошие. Я вас всех люблю. Обнимаю. И, скорее всего, до завтра. Пока-пока. С вами была Елена Ситникова. С вами была Елена Ситникова.